Актуальное интервью в эфире. С вами Анна Харунжева. Здравствуйте. Сегодня поговорим о работе Центра молодежных проектов. В студии с нами Владимир Кайванов, директор Центра молодежных проектов. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Рада видеть вас в студии. Давно не виделись. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позывали. Ну что ж, давайте немного поговорим о самом Центре. Что он из себя представляет, чем занимается, как давно существует. Центр молодежных проектов Государственное бюджетное учреждение Старопольского края находится в городе Ставрополь по адресу улицы Карлова, Маркса, 63, пятый этаж. Там весь пятый этаж принадлежит Центру молодежных проектов. Центр реализовывает молодежную политику на Старопольском крае с 2010 года. Учредителем Центра молодежных проектов является вновь созданное Министерство молодежной политики Старопольского края. Центр молодежных проектов сейчас учредителем его является Министерство молодежной политики, которое создали буквально в начале года. И, наверное, до этого стоит отметить, что Центр молодежных проектов до этого был в ведомстве правительства Старопольского края, и непосредственно правительство Старопольского края курировало Центр молодежных проектов. Сейчас это Министерство молодежной политики, сейчас мы также реализуем молодежную политику, как и ранее. До этого центр был в разных структурах. До этого он был и в Министерстве образования, он был когда-то в 2014 году под Министерством спорта находился. Но сейчас уже есть Министерство молодежной политики, и сейчас учредителем нашим является именно Министерство. Поэтому мы здесь совместно реализуем молодежную политику на Старопольском крае. Ну то есть давно уже достаточно был создан. К чему пришли? От чего начинали и к чему пришли? Как развивались? Вот. Наверное, если стоит говорить про всю историю Центра молодежных проектов, Центр занимался всегда реализацией молодежной политики на Старопольском крае, курировал молодежки в районах, муниципалитетах, всегда был таким ориентиром на то, куда двигаться, что реализовывать. Потому что есть программа молодежной политики, которая ежегодно формируется на 2-3 года вперед, бюджет, который формируется, естественно, на 3-4 года вперед, и мы прекрасно понимаем, что мы реализуем, какие у нас ключевые показатели у Центра, и какую политику в крае должны курировать, и что мы должны делать. Притом в каждом направлении молодежной политики, мы знаем их порядка 15, поэтому в каждом направлении молодежной политики мы должны проводить мероприятия для молодежи. Это различные направления, если честно, даже акцентировать внимание не буду. Я буду акцентировать внимание на том, что здесь Центр молодежных проектов всегда, не важно, были ли мы в правительстве или под Министерством молодежной политики, мы всегда планировали то, что мы будем делать, как мы будем делать. И вот даже сейчас говорить о том, что мы сегодня планируем 2024 год с теми масштабными событиями, которые пойдут на Старопольском крае. Ранее губернатор анонсировал, что на территории Старопольского края пойдут два больших молодежных события. Это школьная весна и студенческая весна для средних профессиональных организаций. Поэтому мы знаем уже, что в следующем году вот эти два события будут. Мы сейчас начинаем к ним готовиться, считать, понимать, что это будет, когда это будет, что для этого нужно. Поэтому, если мы говорим о Центре молодежных проектов, он реализовывает крупные масштабные события на территории края. Это такие, как молодежный форум «Машук». Центр является заказчиком, естественно, форума. Мы реализовываем, есть исполнительная дирекция, которую мы берем, собственно говоря, согласовываем вместе с министерством, вместе с федеральным центром. И ребята уже непосредственно делают форумы. Мы их со своей стороны уже с точки зрения юридической курируем. Мы понимаем, что будет на форуме, кто к нам приедет, когда приедет, какая программа будет на форуме. И вот всю эту работу по организации этого масштабного события также проводим. Ну вот вы неоднократно сказали масштабное. Вот сколько участников на таких больших событиях может быть? Если мы говорим за форум «Машук» – это тысяча в смену. Если мы говорим за школьную весну, то это порядка до двух тысяч людей приходит. Вот если мы говорим в этом году, у нас была школьная весна, у нас порядка 1200-1300 участников приехали со всей России. Поэтому это масштабные мероприятия. Но мы их называем свыше тысячи гостей к нам приезжают со всей страны. Это уже очень здорово для «Машук». А длятся они в течение какого времени? Неделя. Если мы говорим за форум «Машук», то бывает, если это две смены, то есть, естественно, две недели. Если это три смены, то три недели. Но подготовка к этому событию идет чуть ли не с января, до с февраля. Конечно, мы уже, по итогу того прошлого форума, форум закончился, буквально ребята сдали отчеты, все сделали. И уже начали готовить следующий форум, какие ошибки сделаны, что нужно исправить, как нужно в следующем году предусмотреть, что не предусмотрели, на что обратили внимание участники. И вот эта кропотливая работа, она в течение года, конечно, исполнительными дирекциями проводится, ребята готовятся к форуму, к фестивалям, к большим событиям. Это такая большая емкая работа, которую невооруженным взглядом не видно, не проводят, что там сделали в фестивале, чтобы это организовать, сделать логистику. Всех расселить, всех накормить, всех развести по точкам направления. Это очень большая работа, которая требует особого внимания. Ну, раз уж мы начали про форумы, так прямо с места в карьер, расскажите вообще, для чего это происходит, не только же, наверное, потусить молодежи, но еще есть какие-то цели. Конечно, форумы, они как бывают, как и грантовые, так и образователи. Но образователи, ну, в первую очередь, потому что форум должен дать участнику тот запрос, зачем он туда едет, для чего он едет. У участника есть запрос, кто-то едет на менее направлении, кто-то едет, условно говоря, на направление волонтерства. Он должен в этом направлении прокачаться, получить неформальное образование, чтобы тренинги, тренеры, которые его там вовлекали во всю эту историю, дали ему что-то новое, и он чему-то научился. Плюс, если на форуме проходит грантовый конкурс, то ребята едут со своими идеями, проектами, защищают проекты, получают гранты, и уже в течение года реализуют их. В этом году, как и в прошлом году, форумные компании, форумы становятся больше образовательной площадкой, нежели грантовой. Потому что грантовые сейчас есть много различных заочных конкурсов, участники форумчане, как сейчас принято называть, могут поучаствовать в различных форумах самостоятельно. А вот приехать поучиться, по неделю, как вы говорите, потусить, помимо этого, получить образование, неформальное образование, чему-то новому, какие-то навыки получить от лучших тренеров России, это, конечно, в УЗИ тебе могут и не дать. Педагоги идут по программе стандартной, но вот неформальное образование активно развивается, и в том направлении, в котором едет участник, он, естественно, прокачивается за эту неделю, ну, плюс находит новых друзей, общается с другом, узнает, а кто в его направлении лучше, узнает с другой стороны регион, плюс культурная программа, плюс альтернативная программа. Поверьте, те ребята, которые приезжают нам на форум «Машук», они эту неделю запоминают очень надолго. Я, как бывший директор форума, это точно знаю, что куча сообщений приходит, потом позитивный отзывов, насколько здорово, что я эту неделю не пробыл там дома, не потусил где-то с друзьями, а Инна приехала, поучила, поучаствовала, и это надолго останется. Ну и плюс мерч, который остается участнику на памяти, на долгую память, и видишь, как активная молодежь в нем после ходит. Ну, здорово, конечно, что есть такая возможность у нашей молодежи. Вернемся к центру молодежных проектов. Вот скажите, кто может стать участником и как вообще это сделать? Участником центра молодежных проектов могут стать работники центра молодежных проектов. У нас есть три отдела, есть специалисты, которые занимаются молодежной политикой, есть помогательный персонал. У нас 21 сотрудник в центре молодежных проектов, работают три отдела информационные, отдел инициативной творческой молодежи и отдел социальной занятости, так сказать. В каждом отделе по три, по четыре специалиста, начальник отдела, и плюс, естественно, что и финансовый, административно-финансовый состав участников и юридический отдел. Поэтому здесь ребята работают в команде, каждый занимается своим блоком. Кто-то, бухгалтери, естественно, считают сметы, понимают, рассказывают ребятам, где нужно обратить внимание, что нужно. Каждый специалист ведет свое направление и курирует его работу в течение года. Пишет отчеты, планирует мероприятия. Это, естественно, конкурсные процедуры. Мы государственные бюджетные учреждения, у нас, естественно, что все в рамках федерального закона номер 44. Мы разыгрываем средства, торгуем их и понимаем, как мы будем делать мероприятия, пишем технические задания. И вот все так ропотливая работа, которую не видят обычные зрители, обычный участник форума. И не хочется ему даже это рассказывать, потому что есть такой вот занавес, который бюрократический, и он есть. Никуда он не уйдет, и это все очень правильно. Потому что к этой работе тоже нужно готовить, и ее нужно делать очень-очень правильно. Здесь финансовая грамотность и финансовая чистоплотность очень важна. Потому что то, как мы напишем ТЗ, такое мероприятие будет. Зачастую наши специалисты попадают. Я, когда приходил к вам ранее на эфир, рассказывал, что сейчас в Центре молодежных проектов есть ребята, которые студенты, вот сейчас они заканчивают вузы, есть и выпускники. Конечно же, это те активисты, это, конечно же, те ребята, которые уже проявляли себя. Были в Матеруме мероприятия, которые выросли уже из волонтеров, стали организаторами. И ты их приглашаешь на работу, видишь их видение, то, как они видят направление. Они видят, естественно, что есть стандартная программа, и что они могут нового в это мероприятие или в это событие привнести. Если мы говорим за Зорницу, то в том году это один специалист делал, то в этом году другой специалист, который делал военно-патриотическую игру. И видение то, как Зорница должна быть. Понятно, что есть положение, есть ряд событий. Но где провести, как провести, кого позвать, когда позвать, заблаговременно подготовиться. Естественно, что специалисты здесь включают свою творческую идею. Понятно, что вечер досуг для ребят, которые приехали на мероприятие, можно придумать разный. И вот здесь уже то, как ребята, каждый подходит самостоятельно к направлению. И то, что не приносят в каждое направление, это очень дорогого стоит. Поэтому здесь, конечно, важна и творческая составляющая, и креативная составляющая специалиста, курирующая каждое направление. Мы немного уже о проектах поговорили, о неких форумах, вот в Зорницу вы упомянули. Какие еще проекты вы разрабатываете, мероприятия? И вот авторы и кураторы, это как раз те ребята, да, которые приходят и работают? Конечно, давайте мы начнем с того, что у нас есть программа на год, которую мы должны реализовывать. Мы, как государственное бюджетное учреждение, нам доводят средства на реализацию молодежной политики. У нас есть план, программа, и те другие страшные слова, которые зритель сейчас начинает. А что, о чем он говорит? Вот есть план и план мероприятия, по которому мы должны идти. Этот план мероприятия мы не можем, условно говоря, уйти влево или вправо. Мы можем это мероприятие по-другому собрать, что-то провести по-другому, но его не провести, если оно есть в плане. Мы, естественно, не можем. Поэтому мы заблаговременно, вот сейчас, я уже говорил в начале, что мы сейчас планируем 24-й год, планируем план мероприятия на 24-й год, сколько будет стоить каждое мероприятие, когда мы его будем проводить, в какие сроки, чтобы мы это заблаговременно в июле 23-го года подошли к 24-м году. И мы уже, когда вошли в 24-й год, мы знали, какое мероприятие сколько стоит, как мы его будем делать, когда мы его будем делать. А вот что мы будем делать внутри уже мероприятия, конечно, мы будем креативить, согласовывать с нашим министерством молодежной политики, и совместно с ними разрабатывать уже каждое мероприятие в отдельности. И если мы, тем более, говорим о больших событиях, которые придут на территории Советского Крыма. Ну, на ближайший год уже, конечно, распланировано все, я так понимаю. Конечно, на ближайший год я могу сейчас анонсировать, что у нас будет фестиваль уличных культур Карда. Его руководитель Валентин Работенко, который, собственно говоря, довел это мероприятие уже до международной премии. Это масштабное событие, к нам приедет ребята со всех уголков страны, и больше, скажем, будут приглашенные гости из других стран. Это молодежный форум «Машук», который пойдет на территорию Старопольского Крыма, на той же поляне, где он и проходит с 2010 года, в Пятигорске. Вот, поэтому вот эти два события впереди не стоят, они глобальные, и молодежь к ним, естественно, будет готовиться очень-очень кропотливо и очень-очень, так сказать, вот прям по крупицам будем собирать мероприятие. Здорово. Хорошо, про мероприятие окей. Можем поговорить про, помогаете ли вы вообще построить как-то карьеру нашей молодежи, есть ли вот это направление именно? Конечно. Здесь нужно говорить о том, что у нас есть отдел социальной занятости, и естественно, что мы держим руку на пульсу с нашими и работодателями крупными, и с нашими вузами и сузами, и активно эту работу ведем. Здесь у нас есть соглашение с Минсоцруда, в котором мы также направляем студентов на практику, рассказываем, какие мероприятия, какие профессии требуются, работаем непосредственно уже по запросу, как контрольная точка, которая принимает запрос и направляет. Если мы знаем, что, условно говоря, инженеры нужны, мы понимаем, что мы обращаемся либо специализированные техникуми, либо в аграрные университеты, говорим, что, ребят, вот здесь, непосредственно на факультет, вот здесь требуются какие-то специалисты. И направляем студентов туда, уже непосредственно заказчика с вузом и с учебным заведением соединяем, чтобы они напрямую могли повзаимодействовать. Здесь мы являемся, в своем роде, оператором этой мысли, этого вопроса, и всегда транслируем для ребят, где можно пойти поработать и где какие вакансии требуются. Здесь, конечно, нужно держать руку на пульсе, потому что зачастую молодежь не всегда хочет летом поработать по своим профессиональным навыкам, по тому направлению, в котором он обучается, но хочет просто подработать. Это другое тело. Или студенческие отряды, которые строительные компании привлекают, или, наоборот, агрохолдинги привлекают на время, чтобы они пришли, или кто-то практику пошел, кто-то, наоборот, подработал летом, в колхозе или еще где-нибудь. Это имеет место быть для тех, кто постоянно хочет подработку и к нам обращается. Конечно, здесь мы ребятам помогаем уже и адресно. Здорово. Но вот сейчас мы можем наблюдать, что... Можно, я прошу прощения, перебью. Я даже последнее скажу, что здесь запрос по трудоустройству, он идет как и от компаний к нам, так и от молодежи. То есть здесь важно понимать, кто, кому, что нужно. Если мы понимаем, что студент хочет просто подработать, мы одну работу планируем. Если он хочет прокачиваться именно по специальности, мы уже непосредственно берем те крупные компании, так те, кто к нам обращаются, говорят, вот нам нужны вот эти направления. Дайте нам вот эту молодежь, лучших, мы готовы играть на работу. И здесь мы уже являемся, как еще повторюсь, своим родом оператором передачи информации. Вот студенты, вот сюда можно прийти и здесь можно поучиться. Если говорить простыми словами, то это работает именно вот так. Ну вот вопрос профориентации тоже так же решается. Здесь вы можете помочь чем-то? То есть если студент, допустим, учится, а может быть у него, может быть какие-то другие есть направления, идеи, где-то попробовать себя? Ань, если мы говорим конкретно за профориентацию обучить, рассказать и переквалифицировать, нет. Центр молодежных проектов это уже делают учреждения, которые имеют образовательную лицензию. Центр молодежных проектов не имеет образовательную лицензию. Мы реализуем молодежную политику. Мы не ивент-агентство, которое делает молодежные события. Мы реализуем молодежную политику. Мы понимаем, что нужно молодежной политикой, какое событие волонтерства, патриотика, творческая инициативная молодежь, грантовые средства, форумка. Мы понимаем, какое направление, как должно развиваться. И здесь держим руку на пульс, какой запрос у молодежи. Допустим, мы сегодня сейчас понимаем, что тех средств, на которые мы отправляем людей на форуме, недостаточно. Потому что количество форумов растет, молодежь активно туда едет. И те средства, которые мы в том году можем потратить на то, чтобы отправить ребят на форумную компанию, недостаточно. Соответственно, мы в этом году должны уточнить уточнение в бюджет сделать и попросить нас тот год, соответственно, с планом Росмолодежи, количество форумов, какая квота нам дана на какой форум. Мы это просчитываем заблаговременно и запрашиваем уже, естественно, в Министерстве финансов. Надеюсь, он меня слышит. Запрашиваем те средства, которые нам в следующем году понадобятся на отправку молодежи Старополья уже на всероссийские форумы в нашу большую страну, в которой они поедут участвовать. Это даже форум острова, который на Камчатке, это очень далеко. И естественно, что проезд туда стоит недешево, назовем это так. Поэтому здесь нужно понимать, какой запрос, чтобы мы сегодня все предусмотрели на 2024 год. Вот этим центром и занимается. Помимо того, что он реализовывает, он еще и планирует стратегически следующий год, чтобы мы ничего не упустили. И у нашей молодежи Старополя была возможность поучаствовать во всех форумах и компаниях. Вот мы сейчас можем наблюдать повышенное внимание как раз-таки нашей власти, губернатора, правительства тоже к молодежи. То есть молодежь и политика. Давайте затронем эту тему. Как раз она прозвучала тоже из ваших уст. Какие инициативные, как поддерживают инициативных юношей, девушек в этом вопросе? И что делать? Давайте мы сейчас затронем, что на уровне муниципалитетов и на уровне края есть организации. Есть куча молодежных советов. Я сейчас прям проносирую каждый. И куча молодежный парламент, молодежно-этнический совет. Сейчас стоит отметить, что у молодежи есть куча и кадровых резервов, и молодежных парламентов, и молодежно-этнических советов. И при думе города, и при думе края есть молодежный парламент нотари, которые могут войти, можно подать. Эти конкурсы всегда анонсируются, как и вузы их анонсируют, так и дума сама их анонсирует, так и молодежные порталы. И также в наших отечественных социальных сетях мы об этом всегда говорим, рассказываем, что есть вот такой кадровый резерв, можно прийти и поучаствовать. Активная молодежь всегда знает, куда пойти, куда подастся. Это и советы, и это вот те там профсоюзы и молодежные советы при вузах. Я всегда говорю, что если ты студент, если ты школьник, пришел, поступил в учебное заведение, всегда нужно развиваться в своем учебном заведении. Прийти в молодежный совет, понять, какая у тебя форма, что ты можешь сделать на факультете, что ты можешь сделать для вуза. И развиваться в том направлении, в котором ты хочешь развиваться. А вот здесь уже руководство вуза, те ребята, которые занимаются молодежной политикой, как вузы, так и воспитательное дело в вузах или СУЗах, должны уже этот талант развивать. Если человек поет, то нужно развивать его вокал. Если человек танцует, то нужно, естественно, развивать его хореографию. Если человек готов, ну, просто у него доброе сердце, он хочет помогать, он будет волонтером в том направлении, в котором он хочет быть волонтером. Здесь важно, чтобы этого молодого человека, который пришел в учебное заведение, который только стал молодежью, развивать. И не ломать его, не говорить, что нет, иди занимайся этим, я сам хочу заниматься чем-то другим. А дать ему возможности для развития. Вот это наша задача, естественно, с учебными заведениями в том числе. Насколько мне известно, вы много конкурсов проводите, в которых можно поучаствовать, также в соцсетях, на сайте и так далее. Расскажите немного о них. Это что же для молодежи, конечно же. Мы всегда проводим конкурсы на участие в чем-либо, если это касается наших проектов. Мы всегда открываем заявки на что-то. Допустим, 22-го числа у нас была пешая экскурсия, мы с Российской стороны возможности, с проектом «Больше, чем путешествия» запустили пешие экскурсии. Естественно, что там был просто отбор конкурсов, сделаешь что-то, чтобы поучаствовать. Может быть, мы разыгрываем мерч и так далее, майку за что-то, чтобы поучаствовать в наших конкурсах. Если мы говорим за конкурсы или за проектные идеи, или за грантовые конкурсы, то их реализовывает Министерство молодежной политики. Буквально недавно конкурс был для НКО, для общественных организаций, для государственных бюджетных учреждений на территории Старпоскака, которые занимаются молодежной политикой, которые могли поучаствовать в конкурсе, получить средства на грант, получить грант на реализацию какого-либо мероприятия. Здесь, конечно, мы не являемся грантовой площадкой для реализации, мы не даем средства на какие-то идеи. Но мы всегда готовы выслушать молодежь, и если есть толковая, хорошая идея, и мы понимаем, что мы можем ее взять себе, включить в план, понять, как ее реализовать, если у нас есть для этого ресурсы, либо если нет для этого ресурса, то всегда этот ресурс на следующий год запланировать, запросить, если это реально крутая идея. Конечно, мы ее вместе с инициатором идеи обязательно реализуем. Ну что ж, Владимир, я благодарю вас, как всегда, очень подробно, активно и, главное, с позитивом. Продолжайте в том же духе, желаем вам развития, и только развития и успехов. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна. Ждем вас в гости в Центре молодежных проектов. Да, я еще сойду за молодежь, да? Ну, конечно. Отлично. Ну, а в гостях у нас был Владимир Кайванов, директор Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края, Центру молодежных проектов. Говорили, конечно, о важном. Уважаемые телезрители, берегите себя, оставайтесь на своем и будьте активными. Субтитры подогнал «Симон»!